Осветлим немного вот эту верхнюю часть. Девочки, вот мои волосеночки. Самые лучшие это детские считаются. Ну вот сделали первый ряд. Ну что, мои хорошие, всем привет! И настал день Икс для меня. Это вообще самый такой необычный и, знаете, такой ожидание, реальность, что-то новое. Я, казалось бы, всего лишь собралась нарастить волосы. А эмоции и предвкушение, как будто я не знаю, что за перемена в жизни моей. Квартиру новую, покупаю машину. Вот как легко просто вот себя вот ввести какое-то такое интересное состояние. В общем, сегодня я уже еду к Мише. Ровно через час у меня уже запись. Сейчас по дороге заеду, возьму кофе. Вот, и что? Все, да, попрошу немного меня осветлить. Вот смотрите, что у меня сейчас. Я, кстати, помыла один раз голову и сразу смылся немного пепельную. Ну, может быть, чутка получилось, что у нас кончики ушли в пепельную. Но он сказал, что с первой помывки все уйдет. Вот ушло все как бы однотонное, все классное. В целом мне очень все нравится. Миша молодец, сделал все натурально, как я и просила, натурально. Но после того, как он меня уже покрасил, да, и все начали писать вот поярче, поярче, да, я и сама не против поярче. И когда мы с Мишей уже шли покупать волосы, он смотрит на меня и говорит, я бы тебя сделал поярче. Я говорю, Миша, я не против, давай сделаем поярче. Давай к весне, к лету сделаем меня поярче. Поэтому сегодня я к нему еду. Первым делом мы осветлим, причем не все волосы, мы макушку чисто сделаем поярче. Вот именно вот эту часть и вот верх, наверное. Ну, я так поняла, да, что мы не будем много тратить время сейчас на осветление. Как бы в целом у нас натур просто сверху будет поярче. И начнем наше наращивание волос. Они уже закапсулированы, они уже у Миши в салоне. Вот, поэтому едем. Сегодня я попрошу достать его лампу, потому что в салоне не очень хорошее освещение. Так, чтобы вы все хорошо увидели, да. Достанет он свою супер лампу и буду вам все показывать с хорошим освещением. Я, кстати, к Мише не с пустыми руками, так как он всегда для меня находит время. Вот, я вот выбрала ему такой презентик, чтобы он потом на какой-нибудь праздник открыл с кем-нибудь и приятно провел время. Итак, салон Финик. Та-да-дам, та-дам. Ой, какой красивый, как всегда. Так, это тебе, мой дорогой, за то, что ты всегда находишь время для меня, самое лучшее. Да, и я взяла немножко сладюшек нам с чаем попить. Так что, получается, что сейчас начнем? Нет, это тебе, чтобы ты с кем-нибудь отметил там. Давай, я это сниму с тебя. Ой, мой. Я тут это как бабка. Я так ждал, ждал нашей встречи, думал, блин, быстрее бы этот день наступил. Да, самый лучший клиент, скажи. Да, мне уже передали эти волосы. Супер, все. Все, я уже спешу. Девочки, вот мои волосеночки. Смотрите, как их закапсулировали мелко-мелко. Да, обалдеть, мои красивые. А вот, смотрите, я долго подбирала лук, чтобы блонд, ну, блонд, чтобы оттенять. Вот, в общем, сейчас будем ваять. Я кофе попила, еще купила себе кофе, но не успела позавтракать, на самом деле. Сейчас вот купила плюшки, чтобы мы, ну, не голодные совсем начинали и в процессе уже закажем что-нибудь, не знаю, может, суши, роллы или, может быть, что-нибудь другое. Так, ну что, крошки, сейчас мы с Мишей осветлим немного вот эту вот верхнюю часть, вот, и потом приступим к наращиванию. В общем, тут ничего особенного прямо в процессе не будет, как-то важного, да, поэтому уже потом итог покажу. Важно будет другое. Что? Важно. Я сегодня хочу рассказать вам кое-что про тонкие волосы. О, это интересно. Так как я не могу снимать пока еще свой канал, я хочу надвоем немного вкратце рассказать про тонкие волосы. А у меня тонкие волосы, кстати. У тебя нет. Это не про мои волосы. Просто у меня спрашивали люди, ну, как бы писали, пожалуйста, расскажите про тонкие волосы, как с ними, типа... А определить, тонкие у тебя волосы или нет, это можно вообще? Ну, вот. Конечно. Вот я, например, не знаю, тонкие или нет, и ты говоришь, у меня не тонкие. Да, нормальные волосы. А как вот? Бывает, вот многие люди, ну, как бы путают, знаешь что, приходят и говорят, боже, я лысая, у меня мало волос. На самом деле у меня волос очень много, они просто тонкие. И вот как определить-то это? Визуально. Хотя, наверное, если человек с тонкими волосами, он должен знать, что у него тонкий волос, да? Ну, как правило, да. Потому что тонкие, они бывают стекловидные, они плохо прокрашиваются, особенно при сиденье, допустим. У тебя нормальные волосы, у тебя мало того, что густые и нормальные, но и не толстые. Да, нормальные, они еще и крепкие, сколько они выдерживали окрашивание, ты видел вообще? А, тогда я могу спокойно сейчас, да? Можешь на девятке. На двенадцать. На двенадцать, на час. Шучу, шучу. Мы на троечке будем делать. Так, пойдем. Поехали. Наводите, красите. Давай. Крошки мои, сейчас не буду тратить время, я знаю, что вы хотите узнать все цены там и так далее. Я в конце видео, когда мы уже полностью закончим, я тогда скажу уже, что мы делали и сколько это стоит. Волосы в настонке бывают от рождения и в процессе жизни. Кстати, некоторые люди путают и начинают самолечением заниматься. Этого делать не стоит. Как некоторые берут таблетки там. Я рекомендую сходить к трихологу и, в принципе-то, проверить тогда кожу головы. У нас, в принципе-то, все проблемы идут изнутри. Нужно сдать на гормоны. Кстати, тебе тоже рекомендую периодически проверяться. Дальше. Если волосы тонкие от природы, тогда есть очень много спреев уплотняющих. Помыли голову, нанесли спрей и, в принципе-то, радость пришла в вашу жизнь. Всегда объем, всегда уплотненные волосы и они визуально кажутся такими плотными. А если приобретенные, кстати, вот у меня тоже такая была проблема. После ковида я переболел, волосы начали истончаться, выпадать. Я пошел к трихологу, мы определили проблему, сдал анализы. И, в принципе, это вот сейчас восстанавливаюсь. Шевелюра, но у тебя густые как будто. Да, конечно. Я могу тебе показать фотографию, где я этот лысый. Но они могут быть густые, но тонкие, да? Да, могут быть густые, но тонкие. Визуально будет казаться, как будто их мало. Но это не проблема сейчас. Сейчас столько препаратов. Короче, если они от природы, да, то вот это ты советуешь уплотнить или какие-то, да? Да, если от природы, лучше шампуни брать. Я, кстати, подсел на шампунь Виши. Не знаю, можно эту рекламу делать у тебя или нет. Заказываю на Валберисе, такой фиолетовый. Визуально уплотняет. И я сижу на препаратах сейчас. Слушай, я вот почему-то перестала пользоваться Виши, потому что слышала, что там гормонального много. Нет, мне триколог сказала, что это не гормональный. Он, наоборот, служит проводником для поддерживания луковицы. Может, кто-то из зрителей знает более подробный состав и всё такое? Напишите. Кстати, пусть напишут тебе то, чем пользуются. Я просто, видишь, в основном веду страницу Инстаграма, отвечаю там на вопросы. По окрашиваниям, по волосам, в принципе, это могут писать мне на мою страницу. Но, следуя твоим рекомендациям, скоро заведу свою страницу. Ну, я завёл уже, канал завёл, но у меня времени нет никак, как бы, это снимать. Я говорила уже, да, снимать, монтировать. Но я это сделаю и буду там полезные советы давать. Именно то, что касается волос. Я думаю, что это будет интересно всем. Смотри, а из-за чего вообще могут истончаться волосы? Это в основном гормоны. Да? Да, это всё изнутри идёт, это нехватка витамина. Вообще нужно, ну, вот мы живём в Ростовской области нашей, да, у нас нехватка солнца. Люди, которые живут на севере, у них тоже вообще нехватка солнца. Я думала, у нас много солнца. Нет, это очень мало. По сравнению с Москвой? Если ты жила на юге Испании, то... А, ну если с теми сравнивать, да. Да, вообще, как бы, я вот постоянно пью витамин D, его тоже нужно проверить. Ну, вот, кстати, вы проверяете? Его всем не хватает, вообще говоря. Его, да. А витамин D – это кожа, волосы, ногти. Поэтому, ну, как бы, это, в принципе, рекомендовано его. Вообще, в основном, идёт нехватка витамин. Вот это хорошие волосы у нас? Это? Ну, хорошие, плотные волосы. Не тонкие? Да нет. Ну, это лакшери у нас, люкс. Это не тонкие. Мы же самые лучшие взяли. Лучшие, но это не детские. Самые лучшие – это детские, считается. Кстати, я детские пробовала, они тоже разные бывают. Это вот смотря какая структура волоса ещё. Да, это всё зависит от человека. Когда ты покупаешь волосы, бывают донорские волосы. Это средства с одной головы. Есть сборные с разных, ну, как бы, формируют голов. Вот, кстати, да, скажи, вот кто не в нашем городе, кто в нашем городе, те придут к тебе там, да, или напишут, спросят. А вот кто, допустим, не в нашем городе, как вот им выбирать совет какой-то от волосы? Это пусть, чтобы не растягивать нам твой влог, пусть пишут мне в директ, в инстаграме, я обязательно всем отвечу. Ну, не обещаю, что в секунду это сделаю, но отвечу всем, я отвечаю. Если кто-то соберётся, да, волосы. Ну, не только по наращиванию, пусть спрашивают, в принципе-то, по окрашиванию, по подбору. Всё, что хотите, девочки, спрашивайте у Миши. Стилистику ещё, подбор цвета, как бы там определяем цветотип, много чего. Ну, смысл мне сейчас рассказывать вдвоём, если это твоё всё. Ну, я вот ходила, на самом деле, не сама выбирала, я ходила с Мишей, мы вдвоём ходили, и он как бы мне говорил, вот это хорошее, вот это бери, или вот эти вот не очень, лучше другие. Вот, Китай, он не советует брать. Посмотрим, как будут носиться. Пока что мы только осветляемся. Рассветляемся. Рассветляемся. Так как ты хочешь постоянно быть блондинкой. Да, да, это то, что мне не надоест. Притемнил бы корень. Начинает. А ты видел вообще, как голосовали, когда я сказала, оставить так или подъярчить? 80 с лишним процентов сказали ярче. Блонд от корня делай, да. Не, ну я тебе блонд от корня не делаю. Ну, у нас не от корня будет, но мы потом, когда уже отрастут у меня волосы, когда мы будем, потом сделаем, может, прикорневое амелирование через несколько месяцев. Можно вообще просто сделать блонд чистый. Просто бахнуть. Не, мне не нравится, кстати, блонд чистый. Вообще, какая-то я это... Как бабка есть. Короче, не идёт. Нужно тёмного чутка. Здесь у нас, кстати, более 400 прядей. Вот капсуляция стоит 10 рублей одна прядь. Вот, ну то есть, если, ну как бы делать отдельно капсуляцию, да, то это зависит от того, сколько прядей вам будут делать. Такие вот цены вас ориентирую немного. Так, девочки, смотрите, мы осветлили наши волосы. И мне кажется, что это самый идеальный блонд для меня. Он не холодный, не тёплый, не белый, яркий. Он вот прям нейтральный, натуральный. Я очень люблю именно этот блонд, потому что вот ярко-светлого, мне кажется, у меня краснит лицо. Холодный мне идёт, но с ним сложно поддерживать там корень, например, да, чтобы он не был жёлтый или ещё что-нибудь. Короче, нейтральный супер. Вот мы сделали. Сейчас волосы прям идеально подходят. Приступим к наращиванию. Ну вот сделали первый ряд. Селена у нас довольная. Только начали работать. Походу, нам надолго с тобой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Ну что, мои хорошие, мои волосы готовы. Я, конечно, давно не испытывала счастья длинных волос, и тем более таких длинных, честно говоря, у меня ни разу не было. Вот, ну, привыкаем, смотрим. В целом всё очень хорошо, то есть цвет у нас равномерный, всё плавно перетекает. Ну, в общем, наблюдаем, смотрим. Мне идёт. Я прям это, сама не в себе, а от себя. Спасибо, Михаил, за прекрасную работу, как всегда. В общем, будем наблюдаться в следующих влогах. Что ты хотел сказать? Я бы, конечно же, затемнил корешок, обязательно. Корень, да. Миша говорит, можно затемнить. Я, в принципе, не против. Вы заметили, я всегда не против того, что предлагает Миша. Ну, да, ну, пока мы так походим. Миша никуда не уезжаешь, ты в Москву пока не уезжаешь. Вот, отлично. Хотя хотелось бы. Пока Миша остаётся у нас в Ростове, а это значит, что он всегда на связи, и как только захочется чего-то изменить, мы сразу созвонимся и изменим. Вот. В общем, вот такая красота у нас получилась. Теперь вы будете меня лицезреть во всех других видео вот такой вот красоткой. Как вы хотели? Блондинка, длинные волосы, вернулась. А всё спасибо кому? Миши! Подписывайтесь на мой инстаграм. Да, кстати, я оставлю инстаграм Мишин под видео и канал. У него есть канал, и в скором будущем я очень надеюсь, что он будет снимать для нас полезные всякие советы. Да, буду. Обещаю. Вот, всё. Ну, а я с вами увижусь дома, сейчас еду домой и расскажу подробности по ценам и по дороге, что вспомню, что забыла сказать. В общем, всё скажу дома. Ну что, мои хорошие, я приехала домой, показала уже своему любимому. Он оценил, ему очень понравилось, и цвет понравился, и длина понравилась. Прям как в первый день нашей встречи. Я была с длинными волосами и яркая такая блондинка. Вот. Мне очень нравится. Я по ощущениям ничего не чувствую на самом деле. Я не чувствую никакого веса абсолютно. Ну, то есть, как мои волосы. То есть, ну, вот веса и тяжести вообще никакой не ощущаю. Потому что я, честно говоря, представляла, что это будет наподобие, как, знаете, волосы на этих есть у меня, на клипсах. Милка сошла с ума, у меня тут дома бегает. На клипсах есть. Я помню, когда я защипляла вот так вот сзади хотя бы одну большую прядь, у меня безумно болела голова. И я думала, что с нарученными волосами примерно то же самое будет. Ну, нет, они довольно-таки легкие, классные. Мы нарастили не все, потому что, ну, Миша мне все плотненько наращивал и уже даже там добавлял где-то, но полностью вся голова у меня получилась где-то 350 прядей. А всего было у нас где-то 430 прядей. В общем, где-то 75-80 прядей еще осталось. Но они могут пригодиться. В принципе, посмотрим. Там вообще еще сзади можно там добавить по нижнему ряду, но я решила пока не добавлять, чтобы хвостик делать там, да. То есть кто-то делает полностью, все забивает, да, там. Кто-то оставляет пряди по контуру, к примеру. Ну, в общем, мы там смиксовали, сделали очень красиво, все классно. В общем, по комфорту мне нравится. Когда сейчас пока они свежие, еще 3 дня, Миша сказал, они должны прилечься, знаете, как бы так, ну, устояться что ли, да, чуть-чуть отрасти должен волос, да, они будут более такие, более, как сказать, мягкие, да, они пока что такие, торчат немного, объем такой большой. Вот. Но даже сейчас мне комфортно. На ночь Миша сказал сделать хвостик или косу, чтобы они не путались. Ну, вот я резиночку приготовила, сделаю хвостик такой, не тугой и лягу спать. Все комфортно. Теперь по ценам знаю, вам будет это интересно. Волосы обошлись в 27 тысяч, плюс капсуляция, 10 рублей одна прядка, пряди у меня всего 430 получилось. Что еще? Работа мастера от 7 тысяч рублей стоит, то есть он уже смотрит, сколько капсул, 200 капсул от 7 тысяч рублей. Ну и дальше там уже мастер смотрит, да, сколько, сколько по времени уйдет у него и сколько он будет брать за работу. Вот. Ну и кератин, плюс еще покупала, кератин недорого, там мы на вес брали 100 грамм, по-моему, там 300, около 400 рублей, короче, не так дорого. Вот. В общем, волосами, конечно, волосы дорогие, волосами я прям дорожу, каждой прядкой. Там прядка упала, я ее бегу поднимаю, как за своими. То есть вот они еще не на мне были, но я уже за ними ухаживала, как за своими волосами, переживала. И вот даже волосы остались, и остались, хочется их куда-нибудь притулить, там, да. Или там Миша говорит, ну, я вообще люблю, когда у меня ровный срез. Я очень люблю ровный, густой срез, плотный такой, да. А волосы, когда мы брали, они вот казались достаточно густой конец, да. А когда их закапсулировали, получились они немножко такие, знаете, как бы на концах рваные. Вот. Ну, в принципе, я и так люблю, и так люблю. Но больше, конечно, люблю густой срез. Миша говорит, хочешь, давай срежем тебе, сделаем вот здесь. Я говорю, нет. Это волосы, которые я уже купила. Стоят они недешево, и тут уже каждый сантиметр на счету обрезать не буду я. Вот. Поэтому я решила оставить так, походить, потом посмотрим. Вот. В общем, по ценам вам сказала, по комфортности сказала. Конечно, ожидание реальности вообще совершенно. Для меня это новый опыт. И мне очень, честно говоря, интересно, любопытно, как я пересплю эту ночь. И я уже буду делиться, конечно, впечатлениями своими в новом влоге, да. Поэтому приглашаю вас в новый влог, в новый влог, который будет. И я начну с того, как я поспала со своими новыми прядями, да. И вот каждый день, в принципе, буду рассказывать, каково. А еще хотела сказать, что, да, волосы профилировали все-таки для того, чтобы более плавно и ровненько, потому что у меня плотный был конец, да, срез был очень плотный. Его очень сложно было перебить. То есть его было видно. Поэтому нам пришлось немножечко профилировать именно нижнюю часть. А верхняя часть у меня, ну, как бы, у меня не совсем такой ровный срез был, да. У меня верхняя часть была профилирована. Вот ее мы не трогали, а нижнюю часть немного все-таки профилировали. Да. Поэтому я понимаю, что, ну, я бы хотела ходить с нарощенными волосами, пока хорошенечко не отрастут мои. Это, конечно, мои планы, но мы посмотрим, как будет. Вот. Потому что все-таки нарощенные волосы требуют ухода, коррекции, внимания, да. Я посмотрю, как оно мне пойдет все дело. Ну, теперь уже деваться некуда. Волосы чутка профилировали, поэтому они должны теперь хорошо отрастить, отраститься, и вот они должны отраститься вот с такими. Вот. Ну, тяжести нет, это уже хорошо. Вот. Такие вот дела. В общем, я рада, любимый рад, все рады. Вам, я надеюсь, тоже нравится мой цвет волос. Корень, возможно, в ближайшие там, ну, я помою несколько раз голову, да. Миша сказал, что будут очень долго сушиться волосы. Я говорю, у меня хороший фен, все быстро высушится, я не переживаю за это. Вот. Но он сказал, несколько раз надо помыть волосы, чтобы смыть там силиконы, все тела. Вот. Волос чуть-чуть отрастет, чтобы он был более гибкий. Сейчас он пока в одну сторону смотрит, именно капсулы, да. И потом, может быть, затемним корень. Напишите в комментариях вы, как вы думаете, затемнять мне корень или оставить так, ничего не трогать. Вот. В общем, жду ваших комментариев. Ну, а с вами прощаюсь, люблю вас, целую, спокойной ночи. До следующего влога. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok